Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами о рынке страховых услуг. Тема страхования на пути к цивилизованному рынку. Сразу как-то не очень комфортно, да? То есть мы еще не в цивилизованном рынке, судя по всему, а только лишь на его пути. Ну, с другой стороны, в какой месте этого пути сегодня об этом мы поговорим? Поговорим с моими уважаемыми гостями. Это Дмитрий Сорокин, руководитель направления юридической поддержки страховой деятельности и методологии ОАО «Интач» страхований. Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. И это Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт-РА». Добрый вечер, Паша. Добрый вечер. Как настроение? Отлично. Ну и слава Богу. Ну вот, давайте, собственно, попытаемся мы эту тему сегодня полноценно раскрыть для наших уважаемых слушателей. Ну, что там греха таить, да? Рынок страхования, страховых услуг. Ну, для меня, как для простого обывателя, причем я еще раз хочу подчеркнуть, что, ну, может быть, подавляющее большинство наших слушателей, это обычные граждане России, я не знаю, как сказать, обывательное, обидное слово вроде бы, да? Обычные граждане Российской Федерации, хотя все же мы рассчитываем, ну, по крайней мере, вот, сухой остаток рассчитан на участников, профессиональных участников рынка. Тот, кто торгует, или тот, как минимум, в материале. Вот, я опять к тому, что эта тема очень важная, и поэтому я хотел бы, Паша, тебе вопрос, да, тебе, как эксперта этого рынка, да, если не возражаешь, вот этот путь, или так, давай вот с этого начнем. Что такое цивилизованный рынок страхований? Как он выглядит? Он есть вообще где-нибудь? Ну, обычно сравнивают, когда российский рынок с другими странами, допустим, с Европой, с Америкой, как раз говорят, что вот там цивилизованный рынок, а у нас вот нет. Ну, понятно, опять, опять 25, да. Ну, сравнение с теми же самыми, как правило, естественно. Ну, вовсе, ладно. Да, но по цивилизованным рынкам, по идее, нужно понимать, когда рынок достаточно большой с точки зрения охвата населения, то есть все застрахованы. Все застрахованы, да, прежде всего, все застрахованы, да. Вот, во-первых, на нормальные суммы, то есть нет никаких там таких маленьких каких-то лимитов, да, то есть в целом вот такой большой рынок, все охвачены. Во-первых. Во-вторых, страховые компании платят, да, когда это нужно. То есть когда они должны платить, они платят. Это тоже один из важных призывов цивилизованного рынка, да? Вот, и в целом, наверное, вот... Извини, я сразу просто, я же такой же гражданин, я сразу вспомнил из моей жизни. А, из опыта, да. Конечно, не всегда и платят. Вот. Ну, и вроде бы предполагать, что цивилизованный рынок, это когда страховые компании в целом такие финансовоустойчивые, надежные и так далее. Да, с другой стороны, если взять, например, США, например, или страны Европы, то и надежность там хромает у многих, то есть тут тоже вопросов много, и я думаю, и платят они тоже не всегда, и во всем мире принята такая практика занижать выплаты, там, отказывать как-то. Ну, понятно, что это переговорная позиция, юридическая практика, суды, вот. Чем более развитая судебная система, тем сложнее страховым компаниям на самом деле отказывать, потому что люди уже более такие научные. То есть получается, судебная система как-то интегрирована, да? Да, очень сильный фактор, да. Вот, поэтому цивилизованный рынок, в принципе, да, это, наверное, такой рынок, в котором, первое, все охвачены, второе, хорошая судебная система, поэтому страховая компания, как правило, платит. И третье, в целом, ну, нет каких-то скандалов больших с тем, что страховая компания резко уходит с рынка без выполнения обязательств. Наверное, главное. И достойный объем покрытия лимитами, вот, собственно, основных рисков. Особенно это касается стоимости жизни. Вот у нас с этим до сих пор все равно проблема. У нас она везде разная. Да, да. Стоимость жизни везде разная. Да, у нас стоимость жизни немножко разная. В зависимости от сферы, да. Ну, ты как, да, человек изнутри, расскажи, пожалуйста, вот это, как она может быть разная? От чего это зависит-то? Одна жизнь более дорогая, другая менее дорогая? Нет, одна и та же жизнь, она может стоить по-разному в зависимости от страхового случая. То есть, как это происходит, это, наверное, вопрос не ко мне, но, тем не менее, сейчас так происходит, да. То есть, допустим, жизнь авиапассажира, она стоит 2 миллиона рублей, а жизнь... Это уже ты вот, как ты эти цифры называешь, да? Ну, да, так сейчас действует, да. Да, да. Такие лимиты установлены законом, да. А жизнь потерпевшего по ОСАГО, да, если смерть, да, произошла, вот, соответственно, она стоит меньше. Она стоит 400. Да, то есть, если человек пересаживается с автомобиля на самолет, он тут же в 5 раз дорожает внезапно. Вот так. А где логика здесь? Это не логика, просто разными законодательными актами все устанавливается, и сложилась такая ситуация, что у нас нету унификации. Ну, и, в принципе, даже 2 миллиона, это же очень мало. Даже 2 миллиона, это же очень мало, просто невероятно, да. И, тем не менее, смотри, это пример из нашей жизни, я так понимаю, да. Мы начали с цивилизованных рынков, там, как эта картина выглядит? Ну, там вообще по таким вещам, как здоровье и жизнь, во многих случаях нет лимита вот такого ограничителя, да, что там сколько-то там миллионов или сотен тысяч. Вот. Ну, иногда бывают какие-то лимиты, но, как правило, как раз вот то, что касается страхования жизни, то оно на какие-то запредельные величины, либо даже не лимитируется. То есть, это от чего будет зависеть? От иска в суд, да, от величины этого иска? Потерпевшие, пострадавшие подали иск? От чего? Там разные методики, где-то лимитировано, где-то нет, но здесь уже действительно зависит от материального положения конкретно семьи, да. Если погиб там глава семьи, да, тот, кто в основном содержал семью. При этом, извини, пожалуйста, это неважно, да, в какой катастрофе, не дай бог, он погиб, да, там не говорят, это самолет. В основном все унифицировано, естественно. Унифицировано, да. То есть, жизнь, она, условно говоря, стоит столько-то. Ну, если вот как бы есть тоже такой момент, он, кажется, циничным таким, и не очень. То есть, странно обсуждать там стоимость жизни, да, вообще такой вопрос. Ну, тем не менее. Тем не менее, да. Поэтому обычно, конечно, оценивается, исходя из возможного дохода, который человек должен был получать для того, чтобы обеспечивать себя и семью. Вот, в принципе, из этого исходит логика. Ну, в этом логика. Да, в этом есть логика. Но все равно это не такие суммы, как вот 2 миллиона рублей, например. Очевидно, что это просто абсурдно так считается. Абсурдно, естественно. Я понял. Хорошо. Тогда давайте теперь посмотрим, тем более мы начали уже это обсуждать, посмотрим на рынок страховой Российской Федерации. Мы на пути к цивилизованному обществу? Мы хотя бы на пути? Я думаю, что мы на пути. Безусловно, да. Потому что прогресс, который мы замечаем, допустим, на протяжении последних 10 лет, даже с поправкой, что у нас был кризис, и, конечно же, он тоже сказался на очень многих параметрах страховых компаний. Они действительно стали еще более такие, скажем так, сложные в плане общения, когда нужно получить выплату. Многие компании с рынка ушли со скандалом. Сейчас вот там крупные компании некоторые в затруднительном положении. Ну, да, то есть кризис сказался, но все равно за 10 лет огромный прогресс. Прогресс есть. Это безусловно. То есть компании стали действительно похожими, по крайней мере, по сервису, по многим параметрам на то, что мы видим в Западной Европе. Кстати, вот результат кризиса и, как ты сказал, уход многих, ну, так принято говорить, мелких игроков. Ну, там и не только мелкие, да. Ну, неважно. Неустойчиво. Это ведь позитив, по большому счету, да, это такой закон леса, да, что называет... В целом, с одной стороны, позитив, что чистится рынок. Да. С другой стороны, хорошо бы, если он чистился заранее превентивными мерами регулятора. Там было понятно, что эти компании должны уходить с рынка. Понятно было еще и до кризиса. Да, еще до кризиса, да. Хорошо, а кто является регулятором в таком случае у нас конкретно в Российской Федерации? Ну, и по аналогии в мире, как это принято? В настоящее время в Федеральной службе по финансовым рынкам. А, в СФР тоже есть страховой рынок. Да, была реформа, перевели специализированного надзора, в СССР был. То есть был специальный надзор на ФССР, да, перевели в СФР. А в цивилизованных, я так, руку задрал сейчас... Да, везде по-разному. Где-то тоже такая же ситуация, когда вот общий регулятор над финансовым рынком, где-то специализированный. Конечно, где-то это лучше, где-то хуже, это независимо, кажется. Да, это вряд ли, да, влияет, как бы здесь... Ну, и опять просто к тому, что мы говорили, в частности, о кризисе восьмого года, который выступил таким... Катализатором. Катализатором года, да. Подчистил. А если действительно, как ты говоришь, превентивно, как мог регулятор... Ну, собственно, по-первых, у нас достаточно такие не совсем правильные, наверное, требования к страховым компаниям. Они достаточно легко и дешево фальсифицируются у них отчетность, достаточно легко обходятся требования. И если страховая компания сама, в принципе, рассчитывает на долгое время работы, и собирается дальше 5 лет работать, 10 лет, то, в принципе, менеджмент такой компании будет и самоотслеживать основные риски. А если у компании задача собрать денег за 2 года и слиться, то, собственно, это можно сделать очень просто. Такие задачи тоже ставятся, да? Ну, ставятся такие задачи в некоторых компаниях, да. Но это явно не цивилизованное. Это не цивилизованное, конечно. И вот, в частности, регулятор эти вещи может отслеживать? Может отслеживать. Но вот в том-то и дело, что в том режиме, в котором сейчас регулирование, это сложно отслеживать. А даже если это можно отслеживать, то пока принимается решение, проходит очень много времени. То есть, вот мы видели пример, когда компания уже мертвая, а она вот с лицензией живет еще потом полгода. Ну, то есть, сейчас стало даже немножко лучше, кстати, в последнее время. После, опять же, вот реформы, передачи фосфер, стали действовать быстрее. Ну, нельзя не отметить. То есть, стало быстрее. Опять это позитив. Ну, в целом, позитив, да. Хорошо, значит, собственно, принимается, да, к отчетной точке, мы находимся на пути к цивилизованному рынку. Ну, скорее, да. Дим, как до него далеко теперь? Далеко, ну, я соглашусь с Павлом, то, что критерием можно взять потребность, потребность гражданина в страховых услугах, да. То есть, если ориентироваться на Запад, Европу, Америку, то для простого обывателя, или это реально потребность, да, и он себя некомфортно чувствует, если у него не застрахован дом, да, если у него жизнь не застрахована, там, или несчастные случаи, нашему человеку, в принципе, нормально. То есть, мы сейчас привыкли к КАСКО, ну, и то, наверное, скорее мегаполисы, да, и более-менее крупные города. Ну, я думаю, что да. Вот. А так, в принципе, ОСАГО и застрахованы, и то потому, что заставили, да, и то потому, что заставили, скорее, да. Да, и, кстати, и КАСКО очень часто, потому что заставили банки. Ну, если в кредит берешь машину, конечно, без нее просто тебе ничего не придется. Не, ну, все равно я часто вот слышу. То есть, извини, формирование некой психологической, да, необходимости обычно гражданина, что он должен быть заставлен. Но как это сделать? Я думаю, только с течением времени, то есть, как бы, постепенно, если мы посмотрим, да, на тенденцию, то, в принципе, там, небольшими темпами, но это видно, да, то есть, многие люди начали приобретать страхование жизни, страхование от несчастных случаев. Там, если посмотреть статистику, то статистика идет вверх потихоньку. Вот, соответственно, ну, это, я думаю, что поколениями, да, то есть, какое-то время происходит. Это безусловно, это как езда без рельефа или без рельефа. Я просто подумал о том, смотри, вот мы говорили, сейчас упомянули, по крайней мере, пример, когда потребность, да, подписать КАСКО или ОСАГО, она изначально вызвана необходимостью, потому что без нее тебе ничего-то там не продадут. Ну, да. А вот нет такого опыта в глобальном масштабе, что и в цивилизованных рынках, да, вот эта необходимость на подсознании, она изначально... Перепишлась в потребность. Да, она изначально пришла какой-то вот... Ну, скорее, да. Опять, про элемент почему вспомнил, потому что я знаю, что в Штатах, да, какое-то время за него просто очень сильно, очень сильно наказывали, а потом сейчас, ну, забавно, даже в кино, в любом фильме, американцы вообще невозможно представить, чтобы там кто-то сел в машину и не пристегнулся, просто до автомата уже. Я думаю, да, потому что изначально, получается, если человека заставили там купить даже тоже КАСКО, а может быть, он не совсем как бы и согласен, и не очень хочет, но тем не менее его заставили, и он попал, у него произошел страховой случай, он воспользовался этой услугой, получил свои деньги и без всяких проблем восстановил машину. В следующий раз у него уже как бы на подсознании он задумается, что вероятность есть. Спасибо, это очень интересно, давайте продолжим этот разговор через небольшую паузу. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о рынке страхования. Достаточно пафосная тема, заявленная у нас сегодня, звучит она так, на пути к цивилизованному рынку. Вы, кстати, уже выяснили, что мы таки, слава богу, на этом пути находимся. Как далеко мы от него? Сегодня мы говорим об этом с моими гостями, это Дмитрий Сорокин, руководитель направления юридической поддержки страховой деятельности и методологии ОАО «Интач Страхования». Добрый вечер, Дима, еще раз. Добрый вечер. И это Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт РА». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Ну что ж, друзья мои, давайте продолжим, собственно, достаточно хорошо эта тема освещалась. Мы закончили как раз вот на идее, да, а что заставит нашего уже, нашего отечественного, нашего соотечественного, нашего соотечественного воспринимать страхование как необходимость. Не как то, без чего у него не получится, да, там, купить что-то или там куда-то уехать. А на подсознании, что называется. Давай, Дим, мы об этом говорили как раз. Ну, мы выяснили уже, да, что как бы непосредственно формирование самой психологии человека, да, что это потребность, да, что это точно такая же потребность, как в одежде, там, в еде. Вот, соответственно, когда страхование выйдет на такой уровень, уровень в целом страховании в России станет более цивилизованным. Плюс, как стимулирующая мера, это действительно некий такой кнут в качестве подстегивающих мер, в качестве обязательных видов страхования, в качестве банковских требований страхования автомобиля, да, или страхования своей жизни, если вы там берете ипотеку, да. То есть можно заметить даже, вот если далеко не ходить, не надо за примером обязательное страхование, да, ОСАГО, которое ввели и которое всем сказали, что с 2003 года его нужно покупать, да. Соответственно, сейчас можно заметить о том, что сначала люди мало понимали, как бы, да, ну, в основном, что это такое. Сейчас можно заметить о том тенденцию, что лимиты по ОСАГО ограничены, а люди воспользовались услугой, да, и уже начинают сами спрашивать про добровольное страхование, а нельзя ли мне побольше сделать этот лимит, да, соответственно, то есть формировалась определенная потребность, да, люди хотят этот продукт, и он не так дорого стоит, и, соответственно, таким образом формируется потребность, да, то же самое можно, я думаю, то же самое должно продолжаться и в других сферах страхования. Ну, вот сейчас, да, чуть позже мы поговорим именно о сферах, потому что ты хотел добавить. Да, я хотел добавить, вот, на самом деле, по поводу двух принципиально разных таких факторов, которые у нас сложились на рынке, и, допустим, на Западе, в плане восприятия людьми, да, страховых услуг, в общем, мне кажется, два ключевых отличия только существует. Первое, вот у нас очень распространено такое понятие, известное, отбить страховку это называется. Отбить страховку? Отбить страховку. А, человек это выглядит. Это выглядит так, что человек, когда платит взнос, он заранее считает, что он должен получить больше в этом году. Или хотя бы столько же. Или хотя бы столько же. Ну, как минимум, это в худшем случае. При самом неприятном ситуации, это он столько же получит, а так вообще больше желает. То есть, получить с прибылью, да. Это странное отношение к страхованию. Безусловно. Как способу заработать. Заработать деньги. Инвестиционные такие проекты. Да. Мы не берем страхование жизни, там, какое-то, да, инвестиционное, да, а мы берем, допустим, КАСКО, да, но это очень странное отношение, но, тем не менее, оно распространено очень сильно. А как это физически? Это возможно сделать? Физически это возможно сделать, если человек, как мошенник, да, то есть, он будет, да, специально. То есть, он должен, да, убредить. Да, 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 но, в принципе, если человек просто имеет цель застраховать риск, чтобы просто вот, как бы, иметь, допустим, несколько лет он, может, платит взнос и ничего не происходит, или происходит в случае меньше суммы, чем он платит, в том раз какое-то большое событие, он получает сразу это возмещение. Собственно, так и должно быть. И во всем мире так и воспринимается страхование для этого. А в России вот это отличие в том, что люди реально, вот, большинство людей, которые страхуют, ну, не большинство, может быть, многие люди, скажем так, это очень распространено. Считают, что вот они заплатили 100 тысяч рублей, там, или 50 тысяч рублей, или 20 тысяч, ну, неважно, да. Их нужно отбить. Нужно отбить, получить больше. Вот это вот, это вот, даже бич просто нашего рынка. Даже если люди не мошенники. Даже если люди не мошенники, да. Действительно, да. Если у них ничего не происходит, вот, казалось бы, радоваться. А они расстраиваются. Где же мои деньги, да? Я заплатил 20 тысяч рублей, у меня ничего, никаких возмещений. Не окупилось. Да, не окупилось. Это ментальность все-таки, мне кажется, да. Это, в принципе, на самом деле, горизонт планирования наш, да. То есть, допустим, там, не знаю, возьмем какой-нибудь там немца, да, он планирует на 5 лет, на 7 лет, да, и он понимает, что вот в течение 7 лет, большая вероятность, что-то произойдет, и поэтому платит 7 лет страховку. Ну, там, в течение 7 лет что-то произойдет, он получит в итоге возмещение, и ему не будет необходимости, там, аккумулирует какие-то средства, там, резко, там, да, еще что-то такое. Искать, там, где-то на ремонт, например, там, или на здоровье, там, и что-то еще. А у нас именно вот на каждый год мы планируем ровно на год, максимум на год. А раз мы планируем на год, нам нужно именно в этом году получить больше, чем мы отдали. Это первое отличие ключевое. Второе, то, что наш рынок страховой, он, к большому сожалению, он очень сильно зависит от агентов. Причем от агентов зависит не в том смысле, что агенты важны, составляющие продаж, а в том, что агенты, они диктуют... Диктуют реально свою волю, в общем, всем участникам процесса. Даже страховым компаниям. С страховым компаниям, да. В каком смысле диктуют? У нас огромная комиссия агентам и брокерам, ну, то есть посредникам. Они доходят до, там, ну, там, 20-30 процентов, это считается нормально. 40-50, это считается, ну, вот это хорошо, можно расти при этом, да. Ну, как так можно? Половину взносов отдавать посреднику, да. Из-за этого у нас в страховых компании огромные расходы. Поэтому мы не работаем с агентами. Ну, это правильно, Нина, я просто подумал сразу. Что агент доходная такая. Да, не то слово, они просто счастливые люди. Во-первых, так у нас многие виды обязательные. Садится такой агент в автосалоне. Да, 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 и все. И шпарит, значит, полис. При этом он получает свои, там, 30 процентов. Ну, то, что он сел в автосалоне, об этом и автосалон, наверняка, вид, знает. Ну, не то знает, там, как правило, садится какой-то свой брокер, да. Не, ну, вот настолько очевидные косяки. Неужели никто их не может устранить? Как с этим борются компании-то, тем? Нет, ну, по поводу того, что страховка, как бы, вот эта ментальность, да, купить страховку, методы борьбы есть, они известны, да. Вопрос только, что мы пока, наверное, не очень к ним пришли, потому что компании стремятся все время нарастить, нарастить, нарастить обороты, да. То есть, соответственно, в европейских странах делается очень просто. Во-первых, есть достаточно серьезные, ощутимые, повышающие и понижающие коэффициенты, да. Любой европейец знает, что если он попадет, он окупит свою страховку. Но на следующий год та же самая страховка ему будет стоить в несколько раз дороже, вот. Потому что есть страховые базы, и даже если он уйдет в другую страховую компанию, все равно будет видно, да. Это мотивирует к более безопасной езде и так далее, да. Второй метод это то, что, по-моему, во Франции, насколько я знаю, используется, очень часто не страхуются какие-то детали, которые часто портятся в процессе бампера. Мы сейчас об автомобиле говорим. Да, да, да. Это об автомобиле. Ну, у нас просто, наверное, ближе, поэтому я все равно... Ну, это нормально. Это самое популярное просто. Да, это самое популярное, действительно. Так вот, во Франции не страхуются, да, повреждений бампера. Допустим, да, повреждений бампера. Потому что если для парковки нет, придется... А их никто вообще не ремонтирует. Не видели, как у них? Они все там, да, фарапаны стоят. Я вспомнил, да, фильм какой-то французский, да, когда... Ну, там даже не помню, девочка или мальчик парковался, да. То есть он задом подал... На звук они подвигаются. Задний бамп подвинул, потом... И нормально. Так и есть, да. Они так подвигаются, и, в принципе, эти бампера никто не делает. То есть это как бы... Ну, это связано, видимо, да, с ментальностью французов уже. Но, правда, есть такая вещь, которая не связана с ментальностью, допустим, франшиза, да, когда часть, да, часть, какую-то часть берет на себя, собственно, то есть он не страхует какой-то... От небольших, грубо говоря, повреждений, да, не страхуется, да, он сам восстанавливает. Смысл это страховать, если какое-нибудь там повреждение на 5 тысяч рублей, ну, там, условно, да. Больше нервов в силу времени потратить все деньги. Ну, естественно, это процедура же. Процедура и так далее. Во многих странах это очень распространено, а у нас это мало распространено. И причина, кстати, тоже, в том числе и в агентах. Ну, да. Агенту неинтересно. Агенту не выведет. Зачем ему это? Да, и он из этого сливку снимет свою. Да, абсолютно. Объяснять еще надо что-то там. Да, да, да. Вот. И денег меньше, и объяснять еще не надо. А франшиза это тоже, естественно, один. А франшиза всем очень выгодна. И компаниям, и клиентам. Кроме агентам, всем выгодно. Потому что реально у компании экономятся деньги, у клиента экономятся деньги. Да, смотрите, вот на мой неискушенный взгляд, да, назрел некий конфликт на этом рынке. Есть агенты, монстры какие-то, да, есть добросовестные страховые компании. Это невозможно внутрикорпоративно как-то решить. Ну, я имею в виду, не набить морду агенту, а как-то просто вытеснить его с рынка. Нет? Такое-такое не бывает. Наверное, возможно, если при этом будет полное согласие там внутри того же страхового сообщества, да. Его нет. Да, его до конца нет. Потому что если там тебе агент говорит, я хочу комиссию, там 40%, ты ему говоришь, я не дам. А он говорит, а я тебя не буду продавать. А там дадут. Конкуренция жесткая. Компании много на рынке. То есть, более сейчас 500 компаний, которые в принципе с лицензиями. Ну, и, соответственно, допустим, там, которые занимаются основными видами страхования физических лиц. Ну, там, КАСК, например, ОСАГО. Их больше сотни. То есть, те, которые активно работают на этом рынке. Их много. Компания, конкуренция жесткая. И конкуренция, прежде всего, по тарифам и по комиссиям-агентам. По комиссиям-агентам даже еще сильнее, чем по тарифам. А кому выгоден агент тогда? Вот смотрите, да, логично. 40%, ничего себе. Иди отсюда, иди лесом. Он пошел, а другой его взял. Ну, все-таки, если... Это мелкая компания, ей выгоден агент. Тем компаниям, которые хотят быстро расти, к сожалению, пока что агент незаменимый. Незаменимый. Как правило, да. Да, и агент всем выгоден. Это один из... Ну, это, собственно, наверное, самый эффективный канал продаж, да? Что касается розничных видов, если не брать большие какие-то объекты, да, единичные. Розничные виды, это один из... Ну, это самые, самые, как бы, популярные. Ну, в принципе, агент, да, ведь он на зарплате не сидит, да, и офис он не требует, да. Он как-то... Агента ноги кормит, да, волка ноги кормит. Да, и людям просто многим, ну, достаточно удобно, да, не ездить там в офис страховой компании. Да, он сам приедет. Ну, да. На самом деле, существуют механизмы, там, может быть, они не все, так сказать, согласны с этим, но два, допустим, два момента есть. Первый, это привязать агента к компании, ну, высказывается такое предложение, ну, почему бы и нет? Да. Потому что брокер, он представляет клиента, агент представляет компанию. Агент привязывается к конкретной компании, только с ней он работает. Если эта компания платит ему, там, 10% комиссии, либо он с ней работает, это крупная компания, например, надежная, он с ней работает, 10%. Не хочет, он уходит, больше с ней вообще не работает. Но он не может работать, там, в трех компаниях, в 10%. Одновременно. Да, а сейчас он работает. Вот. Второй момент, это... Раскрывать комиссию, наверное. Да, раскрывать комиссию, да. Раскрывать комиссию и делать лимит на комиссию по всем видам. Сейчас это сделано только по ОСАГО. И то как раз... Ну, и то, это там... Да, как ее обходит, записывает на другие виды. Вот и все. Нет, ну, она и сделана, не совсем. То есть, там, как бы, это не регламентировано четко прям в законе. Это запрещено правилами профессиональной деятельности Российского Союза автостраховщиков, да, соответственно. Ну, хотя, в принципе, все-таки по ОСАГО это соблюдается, потому что, ну, иначе там... Ну, да, да. А по-другим-то мне соблюдается, хотя я не вижу ничего страшного сделать ограничения по комиссии, по всем видам. Ну, то есть, какой-то разумный поставит, 20 процентов, например, там, все... Ну, то есть, технически это возможно, да? Конечно, возможно, да. А как-то стратегически это пока не сделано. Пока не сделано. В том числе, кстати, ФАСА антипенопольная почему-то против этого. Почему они даже против того, чтобы в ОСАГО это ограничивать, дескать. Хочет компания конкурировать по комиссии? Пусть, ну, хватит хоть 90 процентов, 95. Ну, пожалуйста. Странная позиция, потому что это, ну, как бы, в какой-то степени простимулирует конкуренцию, но нездоровую. Это явно, да. Приведет там к... Спасибо. Очень интересно. Продолжим разговор после рекламы. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем рынок страхования. У меня в гостях Дмитрий Сорокин, руководитель направления юридической поддержки страховой деятельности и методологии ОАО «Интач» страхования. И Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт РА». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, что ж, идем на пути. Находимся, точнее, идем по нему. На пути цивилизованному рынку. Вот он уже недалеко, забрежжил. Мне бы хотелось. Хотя вот агент немножко сейчас, он меня смутил. Кстати, на цивилизованных рынках есть агенты? Есть, конечно. Это основной канал. Конечно, да. Из агента никуда. Из агента никуда. Три вот канала, да, в основном. Есть агенты, сам офис страховой компании, и вот новая модель как бы в России, это то, что «Интач», вот мы работаем по этой модели, это прямая модель продаж, да? То есть вы просто нам звоните, мы все с ваших слов по телефону охраняем и присылаем курьера. Не агента, а курьера. Кстати, я что-то вспомнил. Сейчас помните «Берегись автомобилей». Старый фильм советский, да? Со Смоктуновским. Он там агентом как раз был? Страховый агент, да. Да, он страховый агент. Ну, кстати, в Советском Союзе, впрочем, объем как раз страхования был гораздо больше, и жизнь у всех была страхована. И было две компании всего лишь. Вот она, отсутствие конкуренции. Ну и, кстати, хорошая идея, давайте поговорим. Мы, ну так получилось, да, автоматически в основном сделали акцент на страховании автомобиля, но, видимо, это самое актуальное действительно. А что еще можно застраховать? Ну, застраховать можно, во-первых, жизнь. Вот, и, кстати, наверное, если по поводу автострахования, и КАСКО и ОСАГО в целом у нас, ну, конечно, не так, может, разве так. Кстати, и КАСКО и ОСАГО, они страхуют железо. А жизнь они не страхуют. ОСАГО страхует. В ОСАГО там как раз входит частично, да, там есть лимит по жизни и здоровью. Но он маленький, как мы его выяснили, очень маленький просто. Но, с другой стороны, если он будет больше, то тогда Италиев будет выше, да. Но, с другой стороны, опять же, это правильно. Мы должны стремиться к тому, что в других странах это правильно сделано, потому что по железу лимит везде какой-то есть, а по жизни и здоровью должен быть... Ну, естественно, нет, просто по железу его легко оценить. А как можно оценить? Да, жизнь, здоровье, методики. Другие методики. Вот, жизнь, страхование жизни, да, тут можно, может быть, собственно, вариант в куче, там, да, есть, ну, базовое, рисковое страхование, то есть, собственно, на случай смерти, там, да, и инвестиционно-накопительное, то есть, фактически, аналог каких-то инвестиций, инвестиционных вложений на какой-то большой срок, там, 30 лет, допустим, 20 лет. То есть, аналог, там, пенсионной системе и так далее. Паша, смотри, ну, да, действительно, тема такая тонкая очень, да, чтобы не звучала она цинично, но, тем не менее, вот первый случай, рисковый, это, если, не дай бог, да, смерть наступает в результате каких-то непредвиденных, ну, хотя смерть можно предвидеть, неожиданных событий. Опять несловно. Ну, понятно, да, какой-то несчастных случаев. А второй аналог вот этого инвестиционного, да, это когда человек переходит в мир иной, ну, как, в таких случаях. Нет, второй, это он, нет, нет, второй, это он выходит на пенсию, что остается, вы говорите. Слава богу, да. Второй как раз, он такой позитивный, наверное, про него будем говорить в основном. Давай о нем, конечно, потому что я думал, и первый, и второй, и финал один. Нет, нет, второй вариант, это человек копит себе на пенсию, например, или он копит, там, например, на образование детям, там, еще что-то. То есть, ну, в принципе, это аналог инвестиций. Инвестиций, да. Вот. Только единственное, смотри, мы как специалисты все-таки, да, известного рынка, фондового, да, инвестиционных инструментов. Смотри, значит, я оформляю страховку от второго, да, вот этого типа. А деньги где мои? Ну, собственно, они вкладываются также в инструменты. Некие инвестиционные инструменты, да. Да, ну, в случае, страховая компания инвестирует в мои деньги, да, выбирает, так сказать. Очень похоже на пенсионный фонд, на самом деле. То есть, идея примерно та же самая, да. Вот. И на самом деле, как бы, как раз в том числе и проблема нашего страхования жизни, она заключается в том, что, с одной стороны, тут получается такой замкнутый круг. С одной стороны, это источник длинных денег, который нам очень нужен, внутренний источник. Не иностранные там инвесторы, безусловно, конечно. Мы там все ждем и так далее, да. Которые вместо того, что приходить и инвестируют на 10 лет, инвестируют там и быстро возбегают. Не, ну, может, они инвестируют на 10 лет, а потом что-то случается, они раз, деньги забрали и убежали. Я думаю, что в акции там голубых фишек на 10 лет никто не инвестирует. Ну, это само собой, да. Поэтому вот это как раз наш внутренний источник долгосрочный, да, который нам нужен очень сильно сейчас, да, он всегда был нужен. И он нас просто катастрофически мало. То есть, у нас страхование жизни, вот, все вместе. И рисковое, и вот это вот накопительное, 5% от взносов. Ну, здесь силен страх еще, наверное, который со времен Советского Союза тянется, да. То есть, там многие, наверное, помнят историю, когда бабушки там клали какую-то сумму, да, откладывали там внуку на 18-летие, а в результате там внук смог получить 5 рублей. Ну, да. Как бы, да, и такое тоже. Ну, это ведь связано, ну, мы знаем, в чем это связано, но не связано, да. Но, тем не менее, на депозиты, например, люди кладут все активнее. То есть, объем, допустим, даже в кризис, объем депозитного рынка рос. Мы заметим, что и 9-й год, и 10-й год, и 11-й год. Объем депозита в среднем рос на 15-20% физиков. То есть, получается, люди вкладывали в кризис, поклали в банки на депозит. Значит, они, получается, поверили в банки. Почему? Две причины. Первая, то, что год депозит, а страхование жизни 20 лет. То есть, ты как бы, когда там еще получишь. Вторая. Опять вот эта история, да, что я загадываю нахуй, а далеко не спонсирование. Абсолютно, да. Второй фактор, то, что депозит дает, ну, как бы, понятную доходность, ее можно сравнить с инфляцией, причем в кризис она стала выше инфляцией. Тут, ну, раньше она была ниже инфляции, да, сейчас она реально, депозиты, они выше, чем инфляция. То есть, положительный инвестиционный доход. А, соответственно, если мы говорим о страховании жизни, там как бы все очень так у нас непонятно. У нас инструментов мало, то есть, и рынок волатильный, и все это еще. Ну, и определить доходность невозможно. Да, и невозможно. Поэтому тут все как-то приблизительно. И планировать такую вещь, особенно с учетом еще такого рынка на 20 лет. Ну, в общем, вот объективные причины, которые... Да, вполне объективные. А на Западе, кстати, вот такой вид страхования пользуется популярность? Очень сильно, да. Да, да, да. И не только на Западе. На самом деле, Россия вообще уникальная страна с точки зрения доли страхования жизни во взносах. 5%, да? В США 50%. В Европе там, ну, от 40 до 60, ну, то есть, около половины примерно. В странах нашего уровня развития, допустим, Бразилия, например, там, ну, Мексика, Малайзия, ну, то есть, такие вот страны, там, можно сравнить. Южная Корея даже. Я же даже Южная Корея выше, как бы, да, ну, вот, примерно вот такой вот, да, уровень. Это 30-40% взносов. Даже и выше 50%. ЮАР вообще там 65% доли страхования жизни. Вот. А у нас 5%. То есть, это просто несостоянно даже с нашим уровнем развития, вот, тот, который мы сейчас уже имеем. Ну, это да. А в чем проблема-то? Ну, вот в том, что люди боятся, и плюс еще все... Миколитет, я думаю, то есть, да. При славу там. Ну, и на самом деле у нас еще вот этот момент, что у нас, как бы, норма сбережений достаточно высокая. То есть, из экономики изымается, но на сбережения много. Причем оно не тратится, а именно, как бы, сберегается, да. Норма инвестиций низкая. То есть, либо это утекает, ну, отток у нас идет, это самое постоянное. А если это инвестируется, то максимум в банки. На депозиты. На депозиты, да. Недолгосрочные инструменты. Ну, в ПИФы иногда еще сейчас стали. Был момент... В этом случае я согласен с вами абсолютно. У нас, конечно, как это мы называем, да, финансовая грамотность населения страдает. Ну, тут есть и обратные, как бы сказать, может быть, и действительно... Оно и к лучшему ты хочешь сказать? Да, вот непонятно, как. Все. Не, я, в принципе, всегда агитирую за то, что жизнь надо страховать, конечно же, да. А вы застрахованы? Я застрахован, да, но, так сказать, я тут не депозитативно. Но при этом вот у меня тоже есть сомнения, что это все... Вот в России конкретно на данный момент это очень действительно так неоднозначно. Неоднозначно. Я понял. Сказка более понятна, очевидна, чем жизнь. Хотя тоже забавно как-то, да, то есть рисуется картина, что страховать автомобиль, да, это вещи естественные для нас. Страховать самого себя, собственную жизнь, это вещь из ряда вон выходящих. Ну, вероятность более человек считает, да, что в автомобиль он попадет. Ну, опять же, планирование на год. Да. На год планирование на год. Все из этого исходит. Краткосрочный горизонт. Да. Хорошо. Еще чего мы страхуем? Ну, в этом плане более к более популярным, наверное, видам, да, то есть достаточно распространено страхование имущества, особенно загородной недвижимости. Вот. То есть это, наверное, второе, вот среди розницы. Ну, это опять некая обеззаловка. Нет, это не обеззаловка. При покупке тебя заставляют, нет? Нет, 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 это всегда страхует очень часто. Очень часто страхует дачу, потому что многие люди проводят там только лето, да, и уезжают, приезжают только на выходные, их нет в будни, их нет зимой. Соответственно, зачастую, как бы, ну, есть зависит того, что могут там скрыть. Объективно, кражи и пожары. Вот от чего, кстати, можно дать? Ну, понятно, что... Да, страховать можно все, что хочешь, от всего, что угодно. Пожар, наводнение, кражи. Основные, да, то есть есть вот два, как бы, да, таких принципиальных момента страхования имущества и дачного, там, и недачного. То есть есть... Страхуется сама коробка, да, то есть дом, ваши стены, ваши крыши, да, если там что-то сгорит или рухнет, вот. Второе, это страхуется отделка, то есть вся ваша мебель, техника, обои, все, что как-то, да, соответственно, можно застраховать... От повреждений, да. От повреждений, да, да, да. Ну, условно говоря, там, если произойдет залив, у вас может испортиться внутренняя отделка, но, в принципе, самим стенам, наверное, ничего не будет, да, соответственно, компания сделает ремонт, там, закупит. Если произойдет пожар, то есть вероятность того, что не останется даже стен, да, если дом деревянный, тем более, то, вот, соответственно, одно из популярных. Вот. От несчастных случаев, в принципе, вот тоже достаточно популярно сейчас становится, но если не брать его в сегменте как общий от несчастных случаев, а именно в сегменте как дополнение к каско, то есть этот продукт не очень дорогой, да, и он страхует жизнь и здоровье человека, там, на ограниченную сумму при каких-то авариях, да, при ДТП, опять же, при использовании автомобиля. Вот, то есть, поскольку продукт достаточно, ну, я говорю, не такой дорогой, да, многие люди приходят к тому, что могут его купить там в дополнение к каске. Ну, именно в дополнении. Ну, скорее, да. Специально за него не идут, наверное. Нет, специально нет. Ну, еще страхование выезжающих за рубеж, соответственно, понятно, что тут, ну, как раз тут, скорее, так, в целом, обязательная, так как это, да, тут. То есть, ты покупаешь путевку и без страховки. Ну, можно, конечно, теоретически, но, как правило, минимум, да. Ну, есть риск того, что тебя не пустят просто, да, там человек, эта страховка, там, 500 тысяч рублей стоит, он не будет рисковать, там, срывать все зарубежные поездки. Ну, конечно. Неизвестно, что может произойти там, да? Вот. Ну, и еще, скажем, добровольное медицинское страхование. Во-первых, у всех есть полис ОМС, да, обязательно. А есть, да. Замечательная тема, да, я, честно говоря, мне и самому хотелось бы разобраться. У нас есть добровольное, у нас есть обязательное медицинское страхование. В чем его отличие и, собственно, кто за что отвечает? Ну, как правило, ДМС добровольно, да, это, как правило, покупается в рамках корпоративного пакета, да. Очень редко покупают отдельные люди. Хотя, в принципе, это возможно, и это, в общем-то, достаточно выгодно, кстати, бывает. Вот. Но, как правило, корпоративный пакет. В крупных компаниях, ну, и не только в крупных, в общем-то, и в средних сейчас, это часто распространено. А ОМС у всех есть, это обязательно медицинское страхование, как бы. Это за счет отчисления, за счет отчисления медицины. Мы даже, вроде как, не чувствуем этих отчислений, хотя у нас и зарплату у всех вычитают, дай бог, сколько. Серьезно, да. Да, и направляются. Гораздо больше, чем на ОСАГО. Многие жалуются, что ОСАГО дорогое. А на самом деле, вот, если в свой ОМС сравнить, сколько там тратится денег, какие там огромные суммы, там вечная реформа, вот, она постоянно там что-то меняется, что-то там переводится куда-то, там меняются какие-то эти самые... Эффициенты. Эффициенты, там, да, параметры, вот. Но, честно говоря, я и сейчас не считаю, что у нас она адекватная. Вот, ОМС у нас абсолютно неадекватная. Это черная дыра. Это черная дыра, и она, в принципе, конечно, ее сложно реформировать, потому что здесь возникает первая отсылка к Конституции, что каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. И вот мы вам ее предоставим. Вот, пожалуйста, да. Она, как по-настоящему, это же не бесплатная, да, то есть вычитается у всех... Конечно, из зарплаты. Абсолютно, да. А второе, то, что сложно здесь реформировать, потому что если начать реформу более какую-то глубокую и быструю, да, то есть риск, что будет недофинансирование в какой-то период медицины, в принципе, потому что за счет этого все существует, вся эта система. Ну, очень сложная такая тема, да, то есть там ОСАГО, как бы, ну, тут все понятно, ну, как в целом-то там, можно реформировать даже что-то. И там не так болезненно. Мне показалась главная проблема, что здесь можно подсчитать, а там подсчитать невозможно. И там и подсчитать сложно, да. Вообще все это очень такая, да, тема очень сложная. Мы все время говорим об этих проблемах с медицинским страхово обязательно. Потому что там черные дыра. Я понял, замечательно. Ну, а добровольное медицинское сравнение, еще раз, это что такое? Это когда человек просто застрахован еще по добровольному полюсу, как бы расширенный, по сути, пакет, либо там можно... То есть, по обязательному, условно говоря, я могу прийти вот в эту поликлинику и получить такие-то услуги. Там их не так много, этот перечень не такой большой. А вот по добровольному, да, я уже могу... Вы предлагаете, чтобы большего качества, более высокого качества. Да, я могу выбрать одну из трех. Вы можете программу себе выбрать, да, то есть, там, где вы будете обслуживаться, какие виды услуг у вас будут ходить, там, стоматология нужна вам, не нужна, да. То есть, ну, часто такой, да, пример просто. То есть, включен ли стационарное лечение или только амбулаторное, да, при необходимости. Соответственно, вы сами выбираете, в зависимости от этого вы платите столько денег, какую программу вы выбрали. А плачу я опять из зарплаты или я лично уже? Вы платите два варианта. Либо лично, как бы, ну, это достаточно... Покупаю ее, да? Либо компания. Либо компания, да. То есть, ты так же говорил. У компании есть стимул, потому что там есть налоговый год, на принципе, на это. То есть, это тоже, ну, для компании... Спасибо. Хорошая тема. Давайте продолжим через небольшую паузу. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы обсуждаем, ну, проблемы, наверное. Хотелось бы, чтобы это слово не участвовало, да, в подобной теме. Мы говорим сегодня о страховании. Проблемы отечественного рынка страхования. Их, к сожалению, конечно, да, предостаточно. Ну, и определяем мы нынешнее движение на этом рынке, как путь к цивилизованному рынку. Все-таки мы на этом пути стоим. Это уже хорошо. Разговариваем мы сегодня с моими гостями. Это Дмитрий Сорокин, руководитель направления юридической поддержки страховой деятельности и методологии ОАО «Интач» страхования. И это Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт-РА». Ну что, друзья, продолжим. Значит, собственно, хорошую тему, ну, практически мы ее все осветили с вами. Это медицинское страхование. Теперь понятно, как минимум, да, что такое добровольное, что такое обязательное. Вернемся к неким глобальным, может быть, идеям. Да, вообще рынок страхования в России. Да, вот насколько он легко дышит, насколько ему хорошо живется. Паш. Да, ну, страховой рынок, безусловно, достаточно тяжело переживает кризис, да. И ситуация до сих пор, она, конечно, не очень такая. То есть, он не восстановился, да? Он не восстановился, да. Ну как, он, если брать чисто в абсолютном выражении, по взносу, он в целом восстановился. Как говорят, он на докризисных уровнях. Да, он, на самом деле, даже уже превзошел. Чуть-чуть выше. Да, потому что был только один год, когда рынок упал. Потом просто он слабо-слабо рос. И, собственно, он сейчас уже даже выше, чем был докризис. Да, это позитив, с одной стороны. С другой стороны, это не означает, что все на рынке здоровы, да, и там все хорошо, безусловно. А тут, с одной стороны, те компании, которые сейчас испытывают проблемы финансовые, либо уже ушли с рынка, то есть, было несколько случаев очень скандальных. Были крупные компании, с топ-20 уходили. Ну, я могу назвать, что уже это все известно. Ростро, да, компания крупная, реклама везде была. И в топ-20 входила, причем там даже, по-моему, на 15-м месте была. Посага, да, посага. Ну, она и посага, но и в целом у них и каска. А что заставило ее на такой шаг? Ну, они, в принципе, изначальная модель бизнеса была в том, чтобы любой ценой наращивать объемы. Цель была, конечно, продаться. То есть, ну, большинство компаний, конечно же, выращивали за то, чтобы продаться. Ну, понятно. То есть, изначально, да, стратегия была. Ну, просто некоторые компании старались расти, но при этом как-то более-менее следили за теми рисками, которые поднимаются, и теми финансовыми показателями. А тут просто вообще, просто как безбашенный был такой рост. И при этом деньги там еще частично из компании выводились в процессе роста, да, заменялись на ненастоящие, там, липовые ценные бумаги. Ну, там существуют разные способы отчетности фальсифицировать. Ну, они, понятно, они в разных рынках есть. Ну, это уже на уровне уголовного кодекса, да, все, что ты рассказываешь? Ну, тут как бы сложно сказать, потому что, да, это совсем уголовный кодекс, потому что, ну, как бы, если совсем в двух словах, то страховые компании имеют достаточно строгую отчетность, строгие нормы, так, формально, да, там, у них размещение резервов, собственных средств, маржа платежеспособности, в общем, куча всего, да, но обходить достаточно просто. То есть, существует целый рынок услуг таких, которые оказываются страховым компаниям, разными там управляющими компаниями, инвестиционщиками, для того, чтобы фальсифицировать отчетность. Вот, и вот они так и делают. А потом оказывается, что денег нет. Когда, собственно, вот, получилось, в принципе, вот сейчас уж там, раз у нас еще МММ сейчас на слуху, да, получилась очень похожая пирамида, да, то есть, пока компания быстро растет, взносы все время приходят новые, часть денег выводится, а большая часть платится агентам, потому что комиссия огромная. Как только взнос прекращается, рост, все. То есть, вот это все вывели, и это пополняется новыми взносами. Да, да, да. Как только отрубилось, это абсолютно пирамида получается. Ну, просто, если ты знаешь о том, что твой риск там составляет, условно, 80 рублей, да, ты отдаешь клиенту, соответственно, твоя премия должна быть там 90 рублей или 100, да, так, чтобы ты из той премии, которую ты взял, ты смог расплатиться, соответственно, с убытками, да, ну, и что-то осталось себе там, да, на РВД и плюс прибыль. Вот, соответственно, второй вариант, это то, что делают, да, эти компании. Это, ну, за счет того, чтобы больше продать, они снижают цену и делают цену 70 рублей, да. А все выплаты осуществляют за счет следующего года, да. То есть, страхование тем, как бы, оно примечательно, да, то, что ты берешь деньги сегодня, а что ты заработал с них, ты узнаешь только через год. Ну, условно, если на год договор, да. Ну, а если ты правильно резервируешь, да, если, собственно, нормально устроен, пока же тебе хватит денег. А если ты резервируешь, и деньги при этом как бы не настоящие, ты выводишь их, а резервы обеспечены липовыми какими-то векселями, там, ну, нету их. То есть, случись чего, да, и у тебя просто нет денег. Но пока бизнес быстро растет, в любом случае, денежный поток, денег хватает, да, в любом случае. Независимо от того, что реально у тебя резервов нет уже. А вот бизнес перестал, перестал расти, ни резервов нет, ни нового кэша, да все. Вот тогда как раз и... Вот такие ситуации возникают. Такая ситуация, да. И вот сейчас, конечно, риск того, что еще такие компании на рынке есть, безусловно, высокие, потому что такие компании действительно среди крупных даже есть. А обычный пользователь, да, обычный пользователь услуг, он может знать? Каким-то образом, что вот именно эта компания, у нее такие риски существуют? Очень сложно это узнать. На самом деле, мы как раз работаем для того, чтобы дать информацию пользователям. То есть, мы как раз оцениваем финансово-устойчивость страховых компаний, в том числе. Но у нас, конечно, прежде всего для, скажем, банков и для корпоративного сектора, мы прежде всего на них работаем. Пользователи так как бы обычно... Ну, с другой стороны, можно ориентироваться. То есть, у тех компаний, которые с рынка ушли, наших оценок рейтинговых не было. Либо они были низкие, то есть, это тоже вполне ориентированно. О многом говорили. Да, да. Ну, а вам же приходится пользоваться информацией, которую они предоставляют вам. Она же может точно так же быть. Да, она фальсифицирована, но на самом деле фальсифицирована отчета в основном видно. Видно? Видно, да. Видно, видно. Косовные признаки есть. Формально какое-то требование регулятора выполняется на дату, на отчетную. Но в основном видно, что это неправда, что это фальсификация. Ну, и плюс еще мы же смотрим не только вот несколько требований регулятора. У нас же гораздо больше показателей, которые мы видим. И так же, как вот при оценке любого бизнеса по финансовой устойчивости, то есть, смотрится какой-то набор показателей. И, в принципе, как бы компания не пыталась скрыть проблемы, но они вылезут, их видно. Видно, да, видно, конечно. То есть, тут проблема в том, что... Вот мы в начале передачи говорили о том, что регулятор, там, Павел говорил, не совсем своевременно принимает меры. Да, возможно, регулятор тоже видит, но вопрос в том, что законодательство на сегодняшний день построено таким образом, что он ничего сделать не может. То есть, регулятор, он действует формально, да, в рамках закона, в рамках подзаконных актов. Вот, и даже... То есть, условно говоря, он может там какое-нибудь предписание послать, придет время, план финансового оздоровления, пока это все потом еще раз на него. А уже офис закрылся. Да, уже денег нет. Выводы должен сделать на основании той отчетности, которая предоставлена и установлена законом. Соответственно, а то, что делает эксперт РА, у них больше возможностей, они не ограничены рамками закона, они те же самые цифры могут посмотреть под другим углом. И проинтерпретировать, поставить оценку там высокую или низкую, будет видно. Но на самом деле у регулятора появился в последнее время новый механизм, который они используют именно для того, чтобы избежать вот этой проблемы, что они не имеют возможности реагировать на фальсификацию, например. У них есть теперь механизм реакции на жалобы застрахованных. Когда приходит жалоба в регулятор, в принципе, по ней, если регулятор считает, что она обоснованная, может выписать предписание. И в случае неурегулирования, либо в случае, если компания не докажет, что жалобы не обоснованы, то тогда можно и лицензию даже отзывать. Это, конечно, очень спорный момент, потому что, в принципе, суды должны решать все это, а не регулятор. Но у нас это сделано именно для того... Причем это может механизм недобросовестной конкуренции быть подобной вещи. Да, может, безусловно. Но у нас это сделано, по идее, именно для того, чтобы как раз избежать вот этой проблемы, что регулятор просто не может быть бессилен. Он смотрит, видит проблему, но ничего нельзя сделать. А вот жалобы, это как принцип нулевой терпимости. Если мы знаем, что компания в целом нормальная, финансово устойчивая, и у нее все нормально выполняется, то жалобы, ну, ладно, можно закрыть глаза. А если у компании явно есть какие-то признаки косвенные, но формально не придраться, то она может придраться по жалобе. Это очень субъективно. Как этого посадили Аль Капона, да? Ну, то есть, понятно, что он был там... Все знали прекрасно. Зазвали за какой-то там налог, за юридистику. Вот то же самое, да. Вот такая же система. Да, а вот по какому пути пошли, да, отечественные регуляторы? По-моему, проекты, если не ошибаюсь. Нет, по жалобам они так уже все, да, пошли работать. Потому что проект, да, проект есть там со штрафами еще вот многие проекты. Штрафы еще, да. Но это пока проект. Это пока проект. По жалобам предписаний, вплоть до того, что можно отозвать у страховой компании «Адмирал» при остановлении лицензии сейчас именно по жалобе. То есть, у них ничего не было, никаких нарушений по требованиям регулятора финансовым. Только вот именно жалобы. Не исполнение по выплатам, по жалобам. Вот такой путь. Ну, почему нет? С другой стороны. Ну, как вариант, как вариант. По крайней мере, хоть что-то будет двигаться. То есть, смотрите, и другими словами я попытаюсь сформулировать. Значит, мы определили проблему. Проблемы связаны, да, с возможными недобросовестными, да, участниками рынка. И проблема эта решается. А. Я все-таки сюда больше склоняюсь. В обращении в рейтинговое агентство надо смотреть на то, как оценивают профессионалы, да, возможности той или иной компании. Либо, б, вот мы ждем реакции регулятора, который теперь может более оперативно реагировать на это, да, значит, оценивая жалобу. Ну, ее, к сожалению, может получиться так, что человек уже ее дождется после того, как он купит полис. Это да. Такое может быть? Да, такое может быть. Соответственно, здесь есть риск того, что человек может просто остаться нищим, да, заплатив деньги. Ну, уж как минимум проверять надо на сайте у Фосфер, там, лицензии, что есть у компании. Ну, как минимум. Сайт у нее есть. То есть, да, начать именно с этого. У нормальной компании сайт должен быть нормальный в том числе. Ну, то есть, такие вещи, они очевидны, конечно, но это в любом случае, да, это в любом бизнесе. А вот в связи с этим такой вопрос, ну, по вашим ощущениям или по вашему опыту, человек приходит в страховую компанию в ту или иную, на что прежде всего ориентируется? Я думаю, что, ну, первое, это агенты, которые основной, да, канал продаж розничных видов, и они убеждают, соответственно, клиента. Дима, извини, пожалуйста, я даже вспоминаю опять, да, еду я машину ставить на учет. Ну, вы представляете, да, обычные ГАИ, и стоят там газели эти там, ну, там один-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И они, конечно, все будут, да, как раньше цыгане у вокзала, да, иди, милый, я погадаю, да, все скажу тебе. И вот я, проходя в этом ряду жестком, я на что-то же должен, в конце концов, отреагировать. Ну, понятно, если выйдет блондинка какая-нибудь, да, из-за одной газели, все, я, естественно, я сделаю свой выбор. А если все-таки равная конкуренция некая, то на что я? Не, ну, если вы через агента, то есть, я думаю, что, проходя через ряд, если вы знаете, что вы не хотите здесь покупать страховку, да, и вам, как бы, это не очень там приятно, да, то, что вас там... Ну, некомфортно, это похоже, да, на базар какой-то. Да, вы просто туда не пойдете. Если же в итоге, в принципе, ну, как бы, согласны купить там, то вы зайдете, и дальше, вот, я думаю, здесь вы будете реагировать уже на конкретного агента, да, на его убеждения, которые он, как бы, он будет... Субъективно опять, да? Да, очень субъективно и очень завязано на том, что вот эти агенты, они работают за свою комиссию, и, соответственно, им выгодно продать ту компанию, которая вышла. И он споет мне песню, да, лишь бы только комиссию отбить. Да, если же вы покупаете полис не у агента, да, а просто вот вы там сознательно задались выбором страховой компании, да, я думаю, что большинство людей здесь ориентируется на два фактора. Первое, это отзывы знакомых, да, там, у меня у соседа знакомых, ему заплатили, отлично. И все, замечательная компания, да. Вот, это то, что сейчас происходит, да, соответственно, хотя у соседа, может быть, там, и даже страховых случаев не было, да, то есть он, как бы, я застар... Или он просто вопроса не понял, да, о чем речь-то была? Да, я застрадавался дешево, нормально, да. Сдирался, это часто такое дешево, да, а были выплаты, не были, то есть страховая компания, она проявляется, когда выплата. То есть опять субъективно. Вот, да. Ну и второе, это, как бы, какая-то реклама, да, то есть человек где-то видит, там, какой-то бренд, да, ему примелькался. В этом случае логика работает, да, если компания позволяет себе вот такого уровня рекламы, значит, у нее есть деньги, соответственно, ей стоит доверять. Ну, надо взять и смотреть на самом деле сайт, потому что если на сайте раскрывается отчетность, финансовые показатели, даже можно не смотреть на них и не пытаться анализировать. В принципе, если у компании нормальный сайт, где все подробно написано, кто руководство, какие финансовые показатели, какой рейтинг там, да, какие виды страхования, как она долго работает на рынке, какая история работает. Сайт выглядит прилично, они за 10 рублей сделаны, да. Ну, вот тогда, да, тогда это тоже показатель. Согласен, огромное спасибо, очень интересная беседа, мне кажется. Я напомню, сегодня в гостях программа «Сухой остаток» – это Дмитрий Сорокин, руководитель направления юридической поддержки страховой деятельности и методологии ОАО «Интач» страхования, и Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт-РА». Я, уважаемые слушатели, с вами прощаюсь, и очевидно, что рынок страхования России, хоть и имеет много проблем, но он на пути к цивилизованному рынку, дай ему Бог здоровья, а вам успехов на рынке, всего хорошего. Продолжение следует...